начнем с питания с детства получается лучше начинать с детства это уже точно и доказано что у нас здесь есть два лагеря родителей то есть одни считают что нужно следить за питанием детей все болезни из детства а другие считают что нет пусть есть что хочет все сгорает организм молодой ничего не будет но не совсем так ничего не будет все-таки оборачивается во взрослом области во взрослом состоянии когда учила подрослеет болезни то есть иститами то есть камни желчном пузыре сахарным диабетом ожирением то есть самые разные поэтому лучше начать с детства и здесь важно поговорить о таком проекте международном это первые тысячи дней жизни так он называется то есть первые тысячи дней жизни это с момента зачатия до двух лет самое важное для здоровья человека время вот здесь врачи изучают что в этот период влияет на формирование человеческого организма что происходит потом от того как организм будет закладываться в этот период зависит здоровье всей жизни так подготавливаемся к беременности смотрим на свои дефицит если они есть на лишний вес если он есть то есть корректируем еще до беременности подготовиться это значит остаться своими зубами со своими полосами далее во время беременности важно есть такое правило до рекомендация едим не за двоих а для двоих то есть не нужно с первых же дней есть там двойные порции чтобы на двоих хватило питаемся вот так же как питались полноценно сбалансированно исключаем избыток добавленного сахара особенно в период от 9 до 24 25 недель это период формирования поджелудочной железы ребенка вообще лучше воздержаться от добавленного сахара именно в этот период многократные и резкие скачки сахара в крови происходят и они впоследствии отражаются на функционировании железы далее перейдем к питанию новорожденного для здесь на слайдах этого нет ну немножко вот предисловие такое да питание новорожденный начинает из грудного молока или с искусственное скармливание то есть здесь о грудном молоке можно говорить о пользе его много много я думаю никто спорить не будет здесь важный момент да уже после получается третьего месяца от рождения ребенка можно переходить плавно к формированию режима питания мужа режим нужен всем и маме и ребенку для хорошей работы органов ЖКТ желудочно-кишечного тракта поэтому до трех месяцев можно кормить по требованию а далее комфортно формировать режим вода и грудное скармливание здесь есть тоже февроречие скажем тоже два лагеря поить или не поить каждый придерживается своей точки зрения по рекомендации всемирной организации здравоохранения не рекомендуется поить ребенка до полугода то есть до начала прикорма связано с двумя причинами это низкое качество воды в экономически неразвитых странах и вторая причина то есть употребление воды может создавать чувство сытости у ребенка то есть он попил воды и считает что он наелся и может отказаться например от молока да хотя он не получил питательных веществ вот воду здесь можно пить бутилированную фильтрованную мы так и делали то есть мы использовали и бутилированную воду фильтрованную и кипяченую на ваше усмотрение дальше как раз переходим к прикорму здесь задача познакомить ребенка с другой пищи задача чтобы когда станет ребенок взрослым сам смог самостоятельно выбирать здоровое питание вопросы здесь какие когда вводить прикорм если на грудном скармливании ребенок то рекомендации с пяти с половиной месяцев если на искусственном скармливании то с пяти месяцев более раннее или более позднее ведение опасно позднее приводит дефицит микроэлементов и микрофлора кишечника формируется с опозданием также в это время как раз таки с пяти до шести с половиной месяцев период коридор пищевой толерантности когда мозг ребенка готов восприятию новых вкусов если вовремя начнете будет отличный аппетит тяга к новым продуктам чем позже тем сложнее приучить к новой пище и здесь важно смотреть на пищевой интерес ребенка то есть что это такое это можно такой тест провести да когда уже ребенок может сидеть или то есть присаживаться не присаживаться именно да когда уже сидит на стульчике например для кормления посадили или рядышком себе на колени и начинаете есть то есть ваш обычный прием пищи если ребенок жадно смотрит там как вы едите что вы едите тянется к еде и вы можете ему дать просто пустую ложку без ничего без еды если ребенок возьмет ложку и выбросит ее значит интерес здесь не к ложке интерес здесь к еде можно в принципе начать водить прикорм далее как подготовиться к прикорму то есть приготовить необходимую посуду да это тарелки ложки специально стульчик для кормления и правило в относительно стульчика для кормления такое стульчики нужно только кормить не рисовать не лепить никакой либо такой другой творческой деятельности то есть формируем ассоциации с приемом пищи и так будет вырабатываться желудочный сок то есть ребенок будет готов к тому чтобы переваривать хорошо пищу первая ложка прикорма объем первой порции может быть всего лишь одна две чайные ложки далее постепенно увеличиваем объем что касается температур еды начинаем с комнатной температуры затем чуть теплую такую еду дети будут охотнее воспринимать это фишка такая тоже исправка испробованная на собственном опыте чуть теплую даете и прекрасно заходит консистенция так как до этого пища была жидкая поэтому консистенция должна быть где не густое пюре без комочков время идеальное то есть 6 до 9 часов утра потому что в это время мозг лучше воспринимает новые вкусы сначала предлагать новый продукт потом грудное молоко и молочную смесь если при первом приеме пищи ребенок делает недовольное лицо выплевывает это не говорит о том что ему невкусно потому что его матрица вкуса головном мозге еще пустая она еще не сформировалась как раз таки мы сейчас этим и занимаемся здесь происходит формирование вкусов просто ему непривычно он не знает что это он не знает как это не судите по себе или по бабушке не накладывайте свои вкусовые предпочтения открыв баночку с овощным пюре попробуем как это невкусно как это возможно кушать нет здесь немножечко другой принцип работает ребенку будет вкусно то что вы предлагаете ежедневно то что вы эмоционально окрасить а то он и будет воспринимать благоприятно если ребенок выплюнул потому что он просто не знает что это вы можете еще раз предложить предлагать 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 один и тот же продукт нужно предлагать до 10-15 раз прежде чем ребенок проглотит и будет есть с удовольствием то есть это не в один прием пищи в 10-15 раз предлагаете на протяжении какого-то периода времени просто предлагаете ежедневно с утра натощак и с улыбкой здесь правила трех дней да например мы начали при корм с кабачка кабачковое пюре одна чайная ложка сегодня одну чайную ложку дали одну две завтра столовую ложку на третий день то есть порция побольше если хотите на четвертый день дать ребенку свободу сколько он захочет столько он съест почему правило трех дней то есть у вас есть три дня чтобы отследить реакцию ребенка на этот продукт и какие другие продукты вы не даете кроме грудного молока и кабачка например не даете еще одни даете тыкву кашу еще что то то есть вы отслеживаете реакцию именно на этот продукт посмотрите его аллергическую реакцию или непереносимость про мультиварку важно сказать очень такой полезный прибор есть функция отложенного старта поможет вам нужно утро кашу чтобы она была горячая готовая теплая омлет на пару можно приготовить или пока вы на прогулке мультиварка будет готова то есть такой полезный качут приобрести рождения ребенка сначала будет сами пользоваться для своего питания потом для ребенка тут фотография стоит хорошая тарелка но наполнение не очень то есть да картошка на картошка фрибургер посмотреть нужно соус непонятный соус выбор продуктов то есть есть определенные таблицы в принципе вы можете ими воспользоваться когда какой продукт вводить то есть в категории овощей в категории мяса в категории круп какой продукт какой лучше месяц вводить постепенно мясо лучше начинать с сельдейки с кролика курицы телятины какие-то продукты возможно вы сами попробуйте первый раз и можно добавить добавлять и давать ребенку то что вы сами например не пробовали ни разу батат скажем да сладкий картофель спаржу так было в принципе у нас с ребенком если ребенок не ест мясное пюре в чистом виде можно разбавить овощным и постепенно уменьшать объем овощного пюре и увеличивать мясное масло сливочной рекомендации вводить после года добавлять готовую еду не подвергая нагреванию количество примерно 10 грамм в сутки это после года рыба с 8 месяцев можно предлагать рыбу начинать с белой рыбы треска хек судак кисломолочные продукты с 8 месяцев начинать с творога лучше без добавления пюре сахара обычный классический творог а мы в принципе таким и питаемся да то что продается в магазине классический но вы можете сами приготовить в домашних условиях далее до 8-9 месяцев такая есть рекомендация то есть фрукты не вводить все что содержит сахар мы уже от природы и так любим но нам нравится с этим проблем нет гораздо важнее дать возможность сейчас почувствовать ребенку не принять все остальные вкусы горкий соленый кислый белковый именно поэтому сначала вводим все самые нужные полезные продукты строим рацион а позже добавляем продукты другие начинать можно с натурального яблочного пюре банана всегда лучше цельный продукт вместо фруктового сока кусковой прикорм важен для жевания с 9-10 месяцев консистенция может быть как у журагу но не до конца сбивая блендером оставлять небольшое количество мягких волокон или сильно разваренный рис в виде крупинок и того года уже у вас будет очень разнообразный и такой расширенный рацион если вашему ребенку уже больше года а еще ничего не ввели и делали это бессистемно не расстраивайтесь начинайте заново питание после года здесь важно сбалансированное питание то есть белки, жиры, углеводы и нужен режим для здоровья ребенка формировать рефлекс, чтобы в определенное время выделялся желудочный сок так вот перескочили, да, на сбалансированное питание но потом сахар в детском питании мы еще вернемся то есть сбалансированное питание завтрак с года сразу после подъема, то есть как проснулись в течение полчаса или через полчаса рекомендуется покормить ребенка что здесь на завтрак? белки плюс сложные углеводы, жиры можно добавить простые углеводы, но и мы не добавляли из белков здесь может быть омлет, сложные углеводы, каша молочная, безмолочная, жиры, масло сливочное может быть нам перекус, это фрукты, орехи после двух лет, йогурт обед, белок, сложные углеводы, жиры, клетчатка белок, котлеты, мясо, рыба, мясо из рыбы, птицы сложные углеводы, злаки, рис, гречка жиры, масло, пожалуйста, растительные, нерафинированные клетчатка, овощи пушеные, запеченные, либо цельные красиво оформленная еда здесь также важна, но она важна в любом возрасте клетчатка, это морковный салат, может быть винегрет, свекольный салат полдник, выпечка диетическая, фрукты, кефир, йогурт ужин, белок, присложные углеводы, кисломолочный напиток привинать чай для школьников белок здесь легко усвояемый особенно для школьников здесь идеально подойдет творог мы в принципе вот этим пользуемся вечером даем творог пищевое поведение формируем сорождение если пищевое поведение нарушено то никогда не поздно начать его выстраивать с года до трех лет здесь обязательное регулярное предложение в этот период выстраивается система вкусовых рецепторов лучшее время, как уже сказала для предложения с 6 до 9 утра предлагать сегодня, завтра, послезавтра потом это станет для ребенка привычным обычным вкусом и здесь какой будет работать метод метод отвлечения то есть если например ребенок отказывается есть отворачивается здесь нам поможет игрушка то есть не мультики, а именно игрушка каким-то рассказом может быть отвлечь здесь стиль, чтобы продукт попал на вкусовые рецепторы лайфхак менять подачу, консистенцию например дали в виде пюре или отварили брокколи но сильно отварили только что он мягкая стала ребенок может попробовать и не понравится будет он чуть жестче, хрустяще может понравиться и например что касается яиц например желтка он сухой или рыбы также, если она сухая может не понравится ребенку в желток можно добавить воды в рыбу также поступить добавить что-то такое чтобы стало более сочным здесь у нас важно до возраста 7-9 лет это максимально эффективно то есть скорректировать пищевое поведение если оно нарушено дальше после 7 лет это будет сложнее но тоже возможно то есть придется приложить чуть больше усилий с 3 до 7 лет добавляется эмоциональная окраска завтрак принцессы обед супергероев обед супергероев ну в зависимости от того чем увлекается ребенок какие он мультики смотрит то есть подключаем это также действует здесь доска мотивации если ребенок съел целый продукт клеим определенную наклейку хвалим обязательно то есть он видит свои достижения это ему интересно в этот период также объясняем проговариваем почему у ребенка именно такой завтрак обед ужин не просто мы ложили в тарелку а именно проговорили объяснили ценность зачем нужны белки зачем полезны овощи красивая креативная подача то есть здесь уже можно использовать фигурные различные ножи способ нарезки это у нас отлично сработало то есть с овощами если они как-то нарезаны это уже сразу привлекает интерес вызывает ну появляется мотивация попробовать что это такое может это не такое как было вчера а вот фигурный нож посуда с любимыми героями пусть да ребенок вместе с вами сам пойдет в магазин выберет себе посуду в 4-5 лет активно вовлекаем в процесс готовки именно полезной еды далее пищевое поведение 7-9 лет а в этот период вы авторитет для ребенка все что вы делаете как вы питаетесь ребенок хочет повторить именно за вами работает здесь личный пример здорового питания обязательно ходим за продуктами вместе с ребенком включаем его в процесс смотрим сроки годности он смотрит сроки годности он смотрит составы даже можно такую игру придумать все что заканчивается на оаза мы не берем то что есть в составе такое то есть фруктоза мальтоза то есть ешки он смотрит смотрит какие свежие продукты то есть это вы делаете все вместе вовлекаем в процесс приготовления вкусных и полезных блюд можно предоставить да возможность чтобы он приготовил сам например завтрак для всей семьи выходной то есть здесь и будет тренироваться навык ответственности и ну такая возможность что сам сделал сам приготовил в принципе дети уже 7 лет не должны но могут приготовить себе самостоятельно что-то отварить что-то потушить сварить яйцо что-то минимально себя как-то накормить пищевое поведение с 9 до 14 лет в социум активно выходит ребенок в социум здесь нужно добавлять подключать друзей заходить со стороны друзей в пищевое поведение формироваться в группы то есть объединять их одной темой с мамами друзей то есть налаживать контакты и чтобы они были в одной ячейке то есть пытаться это делать хорошо возвести ребенка в рамках наставника учителя особенно если есть у вас младшие дети попросить старшего показать рассказать о здоровом образе жизни о пользе правильного питания здесь у него будет отрабатываться навык учителя и он лучше так освоит навыки вот эти вот и поймет для себя всю ценность и пользу питания то есть проговаривая сам если например это день рождения да как мы говорим про возраст 9 до 14 лет то можно его провести таким образом сделать мастер-класс где они готовят правильную пиццу печенье без сахара то есть какую-то правильную полезную еду если ребенок в профессиональном спорте пищевое поведение здесь можно зайти через тренера то есть через спорт поговорить с тренером чтобы наставил так скажем поговорил с ребенком что для достижения хороших результатов важно хорошее сбалансированное питание вожатый у кого что у кого какие увлечения может быть любимый актер правильном питании хорошая фигура или спортсмен чем он питается как он достиг таких высот здесь важно это после 14 лет здесь уже ребенок взрослый здесь все методики по коррекции пищевого поведения как у взрослого когда он сам созреет сам попросит о том что ему нужно хотелось бы корректировать свое питание признать проблему попросить помощи для формирования пищевого поведения важно сделать следующее дело свою собственную мою тарелку скажем так она делится на 4 части то есть если ребенок съел фрукты он закрасил можно просто распечатывать тарелку определенные 4 части в принципе они в интернете есть и каждую категорию ребенок съедает он ее закрашивает то есть он понимает что он в рационе пропускает что он восполняет что у него есть чего ему не хватает ребенку старше 3 лет пусть озвучат а вы запишите его любимые продукты и повесите это на холодильник как правило сначала дети пишут туда свои любимые блюда а потом все подряд и потом перед приемом пищи можно сказать проговорить ты мне написал этот перечень продуктов тебе из них и приготовили мы из них и приготовили параллельно выводите что-то новое из предложенных методик и ребенок сам добавляет этот перечень продуктов списки продуктов нужно делать всем Добавленный сахар, сахар в детском питании Добавленный сахар, сахар, который мы добавляем в каши, выпечку, кондитерские изделия, напитки Фруктоза – это тоже добавленный сахар Избыток сахара в детском питании – это проблемы с весом, иммунитетом, дефицитом внимания Способностью к обучению и интеллектуальным развитием То есть на завтрак сладкая каша и весь день так и поедет к сладостям Наша задача – оберегать детей от большого количества сахара До 7 лет, то есть не до конца еще сформированный мозг у ребенка Ребенку сложно отказаться от сладостей То есть если он попробует, он увидит эмоции, яркую упаковку Ему до этого времени сложно взять на контроль вот эти свои поступки Поэтому ответственность в этот период ложится на нас Также здесь важный момент такой – есть подвязка еды на эмоции Лучше… Как это происходит? Сходили к стоматологу, сходили, анализы сдали И тут же ребенку дали что-то сладкое – шоколадки, конфетки Во время болезни, то есть тоже плохие эмоции подкрепляем сладким Не совсем правильно Или какие-то позитивные события тоже То есть день рождения, обязательно остаться Потом у ребенка возникает торт, сладкое, что-то еще Лучше заменить это подарками, словами, поступками, эмоциями Совместным времяпровождением Совместно посмотреть фильм «Сахар» Если кто не смотрел, не слышал ни разу там именно о бреде сахара, о том, как индустрия, эта сфера кондитерских изделий Она очень много денег вкладывает на то, чтобы вывести именно ту формулу сахара, которая с первого укуса, с первой пробы понравится вам и захочет вам ее постоянно Можно это понимать И работаем в такой методике, что мы не запрещаем, а формируем систему понимания, грамотно расставляем приоритеты Мы не говорим тебе это нельзя Формируем почему, что, как мы едим Трансируем питание Здесь есть рецепт пирожков с курицей и брукболь Очень вкусный, себе заскриньте Кому надо, возьмете себе в копилочку Вкусно, ребенку нравится Там еще будут далее рецепты Немного Питание при железодефиците Быстренько пробежимся 60-70% железа всасывается вместе с грудным молоком То есть, если у мамы в организме не хватает железа, то не будет доставать ребенку Причины анемии То есть, здесь могут быть две причины Первая, если недостаточно поступает в организм железа из пищи или повышенный расход организма То есть, это когда поступает достаточно количество железа, но оно расходуется организмом И может поступать, но из-за болезни желудочно-кишечного тракта, то есть железо может не усваиваться Поэтому здесь важно диагностировать, посмотреть, сделать анализы УЗИ То есть, возможно питание, почему у вас анемия, да, анемия у ребенка Возможно из-за заболевания желудочно-кишечного тракта То есть, просто мимоходом идет у вас, если даже препараты принимаете, они просто не усваиваются В первые два года происходит активное формирование нервной системы То есть, если здесь железодефицит присутствует, то последствия могут быть такие необратимые Больше всего железа, где содержится в мясе, субпродуктов Самое большое содержание в гусиной и куриной печени Это гемовое железо, оно быстро и легко усваивается Если кто не любит куриную печень, то есть, также можно вводить ее с одной чайной ложки А здесь вот есть хороший рецепт паштета из куриного печени Орехи и бобовые, то есть, знаете, что они замедляются особо не железо То есть, лучше ограничить на это время, либо употреблять в разное время дня Именно железосодержащие продукты и орехи и бобовые И еще один рецепт морковных котлеток, это можно после года То есть, как только вы ввели морковь, яйцо и муку Яйцо и муку, можете приготовить такие морковные котлетки Тоже хорошо заходят овощные котлетки Орожная запеканка с года Тоже рецепт Да, по поводу питания в детском саду Распространено, да, такое, что у нас там на завтрак дают кашу, сладкий чай Есть такой вопрос, что с этим делать Вы можете выйти из этой ситуации так То есть, покормить ребенка дома сбалансированно, правильно, так, как вы считаете, он это нужен То есть, нужным ребенок у вас пойдет в садик 3-4 часа, как минимум, не голодный И не съест эту огромную дозу суперсахара, суперсладкого сахара Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok